Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей, и мы продолжаем прохождение кампании за Спарту в игре Рим-2. Итак, закончили мы на том, что захватили Карфаген, Тапсус с нами не воюет, с нами воюет Сиракуза. Туда мы, наверное, и отправимся, но уже со следующего хода. Что еще? Война на Востоке продолжается, мы воюем с Понтом. Значит, две армии понтийского государства подбираются к иконию, да? Тут мы, наверное, их встретим коллегами Ксенофонта. Они как раз отрегенятся со следующего хода. А когти Гарпии пойдут дальше на Эдессу и вот сюда вот на север. Ну, возьмем, грубо говоря, их в кольцо, захватим здесь провинции. Вот, давайте посмотрим, что у нас с заданиями. Военные. Значит, сейчас у нас 35 поселений, 140 владений Элладой, Македонии, Италии, Фракии. Надо Сирию и Персиду, да? Открываем глобальную карту, ищем Сирию. Сирия, это полностью принадлежит Селевкидам. Опять забыл. Сирия и Персидии. Персидии, Персидии у нас где? Значит, это Каппадония. Персидии, Персидии. Блин, а вот она, наверное, да? Персида. Ух ты, ё-моё, как через Месопотамию нужно будет проходить. Но сначала мы с фонтом разберемся. Так, и не нужно не забывать ещё о Дарсах. Давайте мы сейчас своих союзников, скажем, тех самых Ордеев, отправим сюда. Скоординирует военные действия в этой точке. Да, вот сюда вот их отправим, и попросим Орды, Ордения, да? Где они? Да, Орсы, и... Ордейн. Ордеев объявить... Не-не-не, подожди, не им объявить войну, а чтоб они вступили в войну с... Дарсами. Низкий шанс успеха. Мы за это вам. Скажем, право прохода армии. Тоже низкий, да? Ладно, хорошо. Тогда не будем. Можем ли мы кого-нибудь ещё сделать протекторатами? Например, Эданов. Эданте. Эдатаны. Эдатаны, пардон. Эдатаны, да? С ними мы не особо хорошо... Ну, понятно, что они не хотят. Так, Эдатаны. О, у нас с вами очень хорошие отношения, да? 24+, торговля. Треверы. Мощь, баланс, сил. Нет, не хотят. Эдаметты. Так, фризы. Вот, может быть, с фризами. Тоже низкое. Руги. Будиины. Мы с ними воюем. А, ну, только мирный договор можем заключить. Ну, не надо нам это. Так, царские скифы. Остался у вас одна только... ...один регион, да? Это у нас получается регионы с Понто-Каспийской степи. Пу-пу-пу-пу-пу. И сарды еще тут. Сарды, сарды, сарды. А с сардами у нас как? Война, да? А можем... Мы не знали как пациентные люди. Эй, 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 а почему дипломатия? Не понял, где еще раз сарды? Я даже не могу дипломатию с ними вести. Видимо, они с кем-то в протекторате находятся. Спергамом у нас как дела? Подождите, сарды. Сарды плевать на вас. Спергам. Спергамом у нас мир? Ух ты, ничего... А, ну, правильно. Правильно. Они нам платят, мы их, это самое, сделали же протекторами. А, война, 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 война... Договор и прочее. 505. А, военные действия. Чем мы можем сделать, обсудить вывод? Так, ну они ш, вроде как под нашим контором. Контрольным пергам. Или это были биэфы? Так, ну, сделала бы, нет, низкое. А, военный союз. А, оборонительный союз. Так, я не понял, если я не ошибаюсь, мы захватили пергам, или это были бьев, а, нет, вот правильно, не, а это ордеи уже, не комедию мы захватывали, да и пергам, по-моему, ладно, пофиг, короче, не важно, заканчиваем ход, хорошо думать, надо действовать дальше. Парфиопонт, ну да, идут они на иконий, надо было все-таки на ускоренный марш идти и обороняться, а иконий у нас без подкрепления, без стен, давайте, наверное, отыграем этот бой. И, глядишь, что-нибудь и получится, хотя бы какую-нибудь армию уничтожить, стражи Гипериона и понтийские волки. Тыкс, 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 три отряда прачников, четыре отряда спартанских юношек, перейки пикинеры и перейки, а, нет, два отряда перейков гоплитов и один отряд перейков пикинеров, да, у нас как предводителем идет. Против, в принципе, ну вот берсерки, да, всадники, в принципе, я не так их сильно боюсь, а вот этих, вот этих, вот этих и вот этих, это будет страшно. Да, еще и понтийские волки там подойдут, наваляют люлей. Будем держать оборону, глядишь, и отобьемся. В любом случае, на следующем ходу мы отберем обратно иконий, если мы его сдадим, и уничтожим эти два отряда. Так, начинаем, нет, битву мы не начинаем, нам надо сначала поставить войска, войска мы поставим, 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 давайте вот так вот, значит, тут, тут, прачники, 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 прачники. вот так вот станут спартанские юноши обойдут их если чё тыл два отряда генерал вот здесь поставить все в принципе вот так вот начнем мы сейчас пойдут в эту колею то будет хорошо есть если соответственно сюда еще выведут войска это уже будет хуже и подходят свежие силы так есть квадрат есть стремительное наступление квадрат нам даст что концентрация боевый дух защита в ближнем бою но не может двигаться против конников по-моему оптимальный вариант гоплиты имеет фалангу юноши ничего не имеют и фаланга пикенеров еще раз и снят нет так 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 секунду вот оттуда да идут но они пока не доберутся пройдет очень много времени но вот когда они придут уже будет сложнее не уверена не заходят то у них горцы дам горцы понтийские мечники идут пехотой сильный сразу в атаку ну окей ну что ты хорошо ты увидел ухты прачники как молодцы стреляют то правда никого не попадают здесь пошире давайте тогда сделаем планка ткан наоборот быстренько сюда гоплиты кто здесь восточные прачники убить их так а в квадрат мы уже сразу снова в бою завязанном не может и даже оттой и вы что боитесь то давайте назад проще сюда вот так но прачников понятно мы сейчас нашими дроби спартанские юноши проседают очень сильно от всего этого но убивайте как сильно все-таки ну да не угадал ножка с расстановочкой хотя бы прачников убить бегом 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 остановимся фалангу и защищаем наши ряды дрогнули да все хорошо мы втесним кстати нормально нормально работаем военачальник будет держать их в принципе под фаланги пикинеров очень сложно им будет пройти наши бегут с поля боя это бегут спартанские юноши пока у нас еще сильная армия осталась вот эти вот мне только ребят не нравится наши ряды дрогнули нормально нормально через пики проходит да а это спартанские юноши убегает все хорошо закидываем прощами и глядишь все у нас будет неплохо под пиками генерал шикарно будет стоять фаланги в этой вот и они начинают уже проседать только вот этих вот ребят контролить неким пикинеры щитами на прощи стреляйте давайте контрите тут лошади эти они вообще ничего сделать не могут только умирают да отлично и понтийские мечники вот это уже сильнее на пике так ну все тут уже подошли враги сейчас будут моих прачников убивать долго будем стоять но как только в тыл нам сейчас зайдут они уже зашли в тыл задержать их задержать задержать вот так вот да задержать эх ты черт генерала все-таки нет спокойно спокойно стоим бьем их а вот генерал сейчас будет очень сильно проседать хотя не смотри он пробегает просто среди трогали болин да все нормально ты чё атакован из тыла поэтому очень сильно мораль упала все спокойно стоять вот теперь все нормально так ну там уже до подошли тоже то такие пельтасты да отходим еще чуть-чуть нужно и в пельтастов прощами разобрать их блин ну теперь слангов да заходят так наши ряды дрогнули ну да вот слангов зашли и все отряд полностью разбит а убегайте солнечко Так, фаланги пока стоят. Наши ряды трогнули. Вот это уже хуже. Ничья. Атакованность фланга? Не-не-не, все нормально. Никаких атак с фланга. Держать строй. Все, прошли они все-таки. Вперед. Они тоже, кстати, в режиме фаланги стоят. Но, покоцали мы их неплохо. Это однозначно. Сейчас пилитастого расстреляем с двух сторон, пока они туда-сюда бегают. В тыл он нормально залетает. Мечники. Наши ряды трогнули. Так, ну и все. На этом... Бой должен быть закончен. Горцев, бейте. Все. Еще и понтийские пельтасты расстреляли наш отряд фаланги. Наши бегут с поля боя. Но вы должны убегать. По идее, да? Поданные застрельщики. Давайте пани, наверное, и постреляем. Хотя бы немножко их побить. 80. Ну, хотя бы одного убьют. Уничтожен целый отряд. Да, я в курсе. Ну, все. Тут уже все. Да, убили все-таки одного. Да, мы в курсе, что захватят. Причем, уничтожат, я бы даже сказал. Мечники нас расстреляют. Все. Окей. Завершаем битву. 943 мы потеряли. Они 1295. Но я думаю, что в любом случае, это лучше, чем ничего. Чем авторасчет бы был бы. Отряд горцев целиком был уничтожен. Второй практически целиком. Ну, там уже будет с расчета итогов захвачен город когтями гарпия, если не ошибаюсь, там нашими. Софоком проиграл. Софоком проиграл. Да, один отряд горцев был полностью уничтожен. Помню-то, помню-то, еще и на Акиру пошел. Анкиру, по-моему, и Акиру. Анкира, да. Ну, Анкира, по-моему, если не ошибаюсь. Блин, на Сигейстику нападает. Ага, еще копья Ореса, Дарсовские. Ну, здесь я даже не буду ничего делать. С режима обороны будем уничтожены. Ну, это все из-за того, что я не успел подойти, так как агент зашел в армию и предотвратил ну, все ходы, как бы, съел нам. Так бы мы не потеряли бы Сигейстику. Ну, да ладно, сейчас все отобьем. Я Кинг заберем обратно и на Истер уйдем. Хотя надо было бы еще и с Дарсами покончить до конца, оставить их без провинции и без городов. Ну, все левкиды еще подплывают в Монтиохию. А наши Возмездия Атлантиды, по-моему, в другую сторону плывут. Так, ну все, дальше пауза и начало нашего хода. Итак, начало нашего хода. Армия уничтожена в гарнизоне, но это понятно где. Здесь тоже понятно где. Покушение на убийство. Демонакис. Очень большая деятельность вражеских агентов была. Так, но не удалось, да? Покушение на убийство. Покушение, но не убийство. Так, поселение потеряно Иконии, Сигестика. В блокаде Ареминум. Подрывная деятельность в Антиохии. Сплочение рабов. Вражеский воитель посеял в Бутарском стране. Среди рабов в вашем поселении они готовятся к восстанию. Окей. Деятельность в войсках. Демонакс. Нападение на патруль. Ваш патруль подверг сфере по нападению вражеского воителя. Весть об этом принесли немногие уцелевшие. Окей. Заключили союз Селивкида и Радос. Диверсия в Одессе. Поджог. Фракция уничтожена в Эфиния. Антиохия. Попытка вести разлад подкуп торговца. Союзник принимает цель. Спарта. Ваш рейн готовится выдвинуться к цели. А, ну это я понял. Повышение ранга у Талии. И все. Так, строительство. Особенности персонажей. Два воителя. Два Сановника. Появилась новая фракция Калхида. И все. Так. Окей. Где у нас там поселение в блокаде? Вот здесь, да? Кто у нас здесь нападает? Угу. Греческий огонь. И так далее. Ладно. Саглядаты. Давай-ка мы у такого воителя наемное убийство яд. Не смог устранить цель. Окей. Так, а почему мы ходить не можем? Подрывную деятельность там потому что сделали? Видимо так. Обидно. Ладно. Пока в норе и посиди как-то там немножко. Карп. Давай сюда. Мы здесь все равно пока двигаться никуда не собираемся. Пассифая. Давай-ка. Паритон. Во-во-во-во-во. Диверсия. Подстрекательство. И возможно мятеж вспыхнет. Ваши агенты не добились полного усыдя, но их усилия не пропали зря. Они ушли незаметно и беспрепятственно. Ничто не мешало им предпринять еще одну попытку. Так. Ну в общем ничего не вышло, но нас не спалили. Пассифая. Хрисотемида. Леда. 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 Давай-ка мы наверное начинаем травить колодцы. Ну пищу для начала. Да. Угу. Отлично. Талия. Ты там занимаешься деятельностью. Давай философию, культуру. Качай. Тут уже все в принципе скоро можно выдвигаться в другую область. Возмездие Атлантиды. Вы по-моему что там после боя? Режим нет. К нам носомоны подбегают. К Сиде. Вот их мы попытаемся сейчас уничтожить. Да. Наверное не попытаемся. Ага. Окей. Тогда вы тоже разбрелись они по углам по сторонам. Догнать я их уже не могу. А. У нас Родос захватили. Да. Надо бы выйти. Ну хорошо. Мы сейчас Родос обратно заберем. Молот и Гефеста. Вы в Одессе находитесь. В Одессе. В Одессе. Это вы отбились от царских скифов и так далее. Следовательно ваша задача уничтожить Дарсов. Именно сюда мы сейчас и отправимся. В режим ускоренный марш и бегом туда. Да. Бегом. 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 Сюда. Син. Гедун. А дальше там на Дальмине и на Ядер. Окей. Аркадий так. Когти горкни. Анти Ахия сейчас будет подтверждена нападению. Сдать ее или же держать оборону от Селивкинской армии. Тут у нас да это у нас столица. Давайте будем держать оборону. Хорошо. Коллеги расчета не хочу тут сильно в принципе думать долго. Ну там как пойти в раш и уничтожить армию. Нам нужно все-таки попытаться все ходы закончились да добить она хотела. Так уничтожили нам здесь что-то 80 нам нужна еда нам нужна священная земля. да именно так x ну и теперь по постройкам во Фракии зергут плюс 6 идет ладно оставляем в Италии плюс 30 великолепно по-моему вообще все казармы габлитов царские казармы пока не ладья у нас пока падает заняться наймом еще одной армии было бы неплохо давайте так и сделаем Афины собрать войска создать армию значит генерал хитрость шанс успех вражеских агентов ты орвение бв двух всех отрядов ты 333 бв двух всех отрядов плюс 10 кандидат другие семейства кандидат царские семейства азей ладно нанимаем наверное халкона создаем армию найм сюда вот становись и начинай найм найм у нас будет и следующей армии стоять это понятно что будет 3 отряда граждан садников 3 отряда торентийской конницы 3 отряда спартанских пикинеров 3 отряда периков гоплитов прачники давайте 3 баллисты и 3 отряда прачников у нас остается 1 отряд для давайте еще для 1 отряда гоплитов все армия будет пополняться 7 ходов прошу прощения так я вернулся немножко отвлекли меня ну да ладно я забыл о чем я говорил поэтому поехали дальше по армию мы наняли да 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 все хорошо великая греция все спокойно плюс 7 порядок восстанавливается великолепно тут тоже все хорошо но минус 10 священная земля нам скоро построится на первом уровне только еще потом когда он останет хотя бы третьим мы здесь выровняем анкира а все минус 10 захвата минус там плюс короче все нормально 12 все хорошо киликия плюс 1 тоже все хорошо еда восстан будет все будет зергут в даке тоже все отлично в азии прям великолепно в сирии ну в сирии военные действия потихонечку мы порядок здесь восстановим с едой проблемы хорошо в африке порядок будет восстанавливаться за счет присутствия военной мощи да да двадцатку дает дождемся хотя бы до небольшого плюсика там сколько у нас минус 7 20 плюс 19 а ну все нормально со следующим ходом можно уже выходить армией здесь в марии прям героическое все в сфинге дуне тоже в цезальской галии тоже и в принципе по постройкам тоже все хорошо строить нечего деньги копим окай хотя бы наверное давайте знаете что еще в эфесе у нас есть сухой док да то есть можем в принципе нанять армию в радосе у нас было ничего не было тогда нанимаем флот еще один да ты будешь флотоводцем собрать нет подождите секундочку назад как назад как назад царские семейства другие давайте из царских семейств наймем рвение там плюс бв и двух всех отрядов минус пять нет не очень хорошо шанс уйти и хитрость да собираем флот это будет штурмовая гексера со спартанскими гоплитами да и собираем флот три анагра три спартанские гоплиты так три башни пантеры с лучниками и латы и пантеры со скорпионами да три три мало хотя достаточно наверное пантеры с башнями стрелковая пантера и латы лучники давайте еще так вот сделаем ну и два отряда пять ходов окей окей теперь можно и завершить ход да завершаем ход наверное на этом закончим серию так как вроде и бой был возможно она не такая длинная получится как обычно но в принципе все грамотно насыщенно и смело война с эльфхидами продолжается тут еще и сагарты на антиохию идут да то есть в любом случае битва за антиохию не избежать все всем спасибо всем пока